Как хорошо, что ты пришла, милая. Скажи, ты случайно не на детокс присела? Даст бог, я тоже займусь собой этим летом. Хотя бы схожу на их недельные курсы. Джанан, я... Я не занимаюсь детоксом. Просто я ухаживаю за собой. Ханде, посмотри, кто к нам пришел. Сестра Айсун, добро пожаловать. Ты пригласительные принесла? Какие еще пригласительные? Да так, просто спросила. Думаю, Эмир не будет торопиться с этим. Я не поняла. Что ты хочешь этим сказать, Ханде? Ты что, не в курсе? Эмир сделал предложение Ферихе. Твой сын хочет создать свою семью, сестра Айсун. Я лучше пойду. Дорогая, Ханда испортила тебе настроение. Нет. Я... Я просто удивлена. Я не знала этого. Ладно, увидимся. До свидания. Посиди здесь. Айсун, подожди. Ханде, что ты делаешь? Кто же так сообщает такие новости? Бедная женщина совсем растерялась. Пусть об этом подумает Эмир. Значит, есть причина тому, что он так неожиданно решился жениться. О, Всевышний. Юнал? Нам надо поговорить. Немедленно. Оказывается, твой сын собирается жениться. История опять повторяется, Айсун? Я... Я давно знала, что Эмир влюблен в Фериху. Но это слишком поспешное решение. И потом между ними много нерешенных проблем. Когда они успели все наладить? Почему они так вдруг решили пожениться? Что послужило причиной такого решения? Не знаю насчет девочки, но, кажется, к этому решению Эмира подтолкнул я. Мы недавно говорили с ним. Я рассказывал ему о том, как поженились мы с тобой. Не хочу слушать. Ты... Насколько ты хорошо знаешь Фериху? Кто такая Фериха? Кто она? Я сам плохо знаком с этой девушкой, Айсун. Но, по-моему, хорошо воспитанная. Фериха – любимая девушка нашего сына. Она сейчас смысл его жизни. А мы ничего не знаем о ней. Мы не правы, Юнал. Мы должны познакомиться с ней и с ее семьей. Айсун, подожди ты с ними. Он же не собирается прямо завтра жениться на ней. Эмир – твой сын, Юнал. Я не удивлюсь, если он сегодня сделает ей предложение, а завтра приведет ее домой. Я думаю, он не так глуп, как мы тогда. И все-таки... Я не могу рисковать своим сыном, Юнал. Ты тоже не должен. Поговори с Эмиром. По-мужски поговори с ним. Я тоже постараюсь пообщаться с сыном. Пришло время познакомиться ближе и с Ферихой, и с ее семьей. Привет. О! Что за стол? Кому я должен быть благодарен за это? За снег, который пошел ради Ферихи? Ты лучше расскажи мне про свадьбу. Хорошо. Ты знаешь, что я сделал ей предложение. А если она не согласится? Мой сын, Эмир Сарафуглы, устраивает снег летом и делает ей предложение, а она не согласится? Ты же ее не знаешь. Если это касается Ферихи, то все возможно. Не то, чтобы она отказала, но не бойся. Свадьба точно не скоро. Не я боюсь. Твоя мать боится. Так как ты сын Сарафуглы, такие вещи сразу становятся новостью для всех. Твоя мама говорит, что мы практически не знакомы с Ферихой. И она права. Я надеюсь, ты ничего не сказал маме, что могло бы расстроить ее. Потому что ты глубоко ошибаешься насчет Ферихи. Я наркотики имею в виду. Забудь о них. Я прошу тебя в первый и в последний раз. Фериха не употребляет наркотики. Я говорю так, потому что уверен в этом. Но не спрашивая, почему. Хорошо. Если ты хочешь жениться на ней, то познакомь Фериху с матерью. Хорошо? Мама считает, что еще рано. А ты? Боюсь, что наша история с твоей мамой повторяется. Я переживаю, что это твоя первая любовь, на поводу которой ты совершишь глупость. Я не повторю твою судьбу, отец. Я хочу быть рядом со своей любимой девушкой всю жизнь. Ты научил меня не влюбляться в женщин. Но Фериха особенная. Она научила меня любить по-настоящему. Приятного аппетита! Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...